Яков Васильевич! Яков Васильевич! Яков Васильевич! Яков Васильевич! Вижу. Доброе утро, Яков Васильевич! Это я, Игорь! Игорь! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Я спрашиваю, ну с парень расплатиться на год он не возьмет. Не возьму не. А я говорю, а как ты это приняла? А я говорю, по блогам это чувствуют. Ты же блогер, да? Ну да, можно сказать так пока. Как можно сказать или нет? А чем ты вообще занимаешься, Игорь? Сам я творческий человек, музыкант. Работал на контрактах на круизных лайнерах вокалистом. Певец. И поешь. Пою, да. Сейчас вот после этих событий пока жду квартиру свою восстанавливают. Так у тебя те же самые проблемы. Да, да. Приставь, я не знаю, может это судьба, понимаешь? У меня, у меня сто двадцать песен моих. Без шута. Без шута. Без шута. Вы понимаете? Это интересно. Был проект у меня до войны. То есть надо было найти продюсера, то есть деньгами человека. Ну и я пошел по этим нашим телеканалам. Сколько это? Три или четыре. Я пришел, говорю, вот такие, расписал там официально так. Прочтите, пожалуйста. Как вы денег хотите. Я говорю, ну продюсер, а что под продюсер сейчас? Ну да, да. У нас денег нет. Это телеканал. Да, да, да. Сигма вот это. Сигма, да, да. Надо понимать, началась война. И вдруг я встречал человека с дивными коллизиями. То есть человек пришел, в окно кричит мое Сигма. Это конец Сигмы. Или начало. У тебя проект блогерский или? У меня музыкальное. Блогерство это как увлечение. Мне нравится снимать, мне нравится монтировать, помогать людям. Опыт тот, который я получаю, мне это нравится, очень нравится. Блогерство это колоссальные деньги, хороший проект. Да. А что сейчас нравится? Так важно заниматься тем, что нравится. А-а-а. Причем... Опять хорошо говоришь, слушай. Так получается так. То... А что тебе мешает? Мне... Вот такое время, что снимай, не хочу. Да, 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 да. В принципе, мне ничего не мешает. Что я и делаю. Я не мешаю. А тема... От тьмы вот этих тем... Твой проект, конечно, блогерский должен цвести. А проект... Хотя, с другой стороны, проект вот этой продюсерский, музыкально-продюсерский, он тоже к теме. Потому что там тексты песен такие, что я их боюсь обнародовать. Все эти проекты, и мои, и твои, и так далее, практически все крутится вокруг славы и вокруг пенсии. Да, да, да. То есть, сейчас мы идем и делаем это иксерексы. Это проект, надо же восстановить дом. Там разруха... Вухналь... Четвертая часть, второго этажа Сесина. Вот. Надо бумаги эти сделать. Ну, сделал бумаги. Потом надо ждать, пока придут комиссии. Понимаешь? А комиссия, знаешь, как работает? Давайте, ждем вас. Хорошо. Ты же приехал? Если бы я знал, что так приедет, не стоит. Созвонимся. Ну, пока ты звонишь, но когда я еду, я соберусь. Так я вам вчера звонил вечером. И сегодня утром звонил. Ты не поймешь, я отключаю телефон. На ночь. И вечером. Понял, понял, понял. Я часов восемь звонил, около восьми вечера. И сегодня утром звонил. Ну, ты понимаешь, какая херня. Я прихожу домой, вывали на пол стены. В этом гараже. Обалдеть. То есть? Это мой брат. Геннадий. Здравствуйте. Яков. Очень добрый. Сели? Окей. Ну, просто иногда люди, иногда люди думают, что это окно у у них, это стеклопакет, это окно, да. Как с сестрой пообщались, все хорошо? Нет, это же сумбур такой. Три, два года ничего ж не видели такой. Крик, из ее стороны, я бы новости рассказываю. Больше. На ее свои. Тем более приоритеты у нее одни. Яша, пойди переоформим пенсию, чтобы пересчитали теперь и так далее. Ценность денег с возрастом не такая, как в молодости. И поэтому, в принципе, сначала на первом месте, как говорится, дела неотложные, вот как мы сейчас крутимся, понимаешь. А потом ходить этаж по лакидам, ничего нет, ни судов, ни мусоров, ни медицины и так далее. Но, правда, обещают, в 2024 году 46 тысяч новых ментов научат. Так что тогда будет легче. Ну, сейчас обратиться, если что-то случилось, не к кому-то. Да, это правда. Уже были случаи. Некуда обращаться. Ясно. Но у вас связь теперь с одной только сестрой или уже с другими общались? Дело в том, что та вторая сестра на украинской территории, а там же совсем другие телефоны. Я поэтому сразу сказал, что, в принципе, ну, опять, что телефон на свет, просто, что узнать, что жива, что-то, ну, а где-то, кто живет, я поинтересовался. Где та, где та, у нас здесь семья же большая, семеро детей. Ну, правда, уже трое закопаны. То есть, если бы мы ехали по Металлургову, где-то две остановки от базара центральной. А вот точно так же надо подрассчитывать. Так, а что там, квартира? Не, там управление капитального строительства города. В новом доме и так далее. Я ходил вчера, там это конец всему. Там нет новых домов, вот новые дома. Вот, может быть, и это. Где мы находимся? Ну, где-то, да, здесь. Возможно, это вот оно. Вчера что-нибудь был, вот. Вот это вон, думаю. Какая бумажка нужна здесь? Я подал бумагу, дайте мне то-то-то-то-то-то-то. Адреса меня интересуют. Адреса одного, второго, третьего людей, официальных людей. Подал бумагу, они говорят, 30 дней в рассмотрении. 30 дней прошло, я прихожу вчера, дайте мне бумагу. Поскольку у нас тут мало места, а ты вопросы задаешь по строительству. Ты же видел, забор разрушен. Да, да, да. То есть, чтобы я понял, из-за чего проблема. Мы передали в отдел коммунального строительства. Где я? Артема написала, Артема 92. И вот я пешком барабанил сюда. Пришел, а уже 5 часов. И так далее. Ясно. Сейчас вам нужна эта бумажка, да? Она нужна, это не то слово. Она давно была нужна. Пойдемте. Виталий Витальевич, с администрацией направили сюда. Что? Что? Подождите, подождите. Сказали, что ответ забирать у нас. Ну, это ж... Блин, честно говоря. Ну, пришли сюда, хорошо, блин. Что дальше? Если я не могу это прочитать, кто это будет читать? Пушкин, Александр Сергеевич. А вы выходите из себя. Мы с вами тоже нормально общаемся. А вы выходите из себя. Да, мое право. Я такой же человек, как и все. Так, а мы же вас не заводили. А мне не надо заводить, я всегда такой хожу. Вы можете мне прочитать, чтобы я понимал, о чем суть вопроса. Суть вопроса. А у вас журнал входящей документации есть? Это не наш штампик, это штампик администрации. Так я не про штампик. А если они передали бумагу вам, вы должны быть зарегистрированы. Нет, здесь написано, что зарегистрировано нашим журналом. Покажите мне входящий номер, я его найду в журнале. Вот оно все, что у них было. Это штампик администрации, это их входящий. Так я это им объясняю. Я у себя их входящий не найду в своем журнале. У меня вот это все, что есть. Я пришел к ним, они направили к вам. Вот и все. Суть вопроса вы хотели бы расскажите. Как мы можем понять, какой у вас вопрос, какая у вас проблема. Сейчас прочитаю. И куда на вас направить можно. Прошу рассмотреть мое обращение по вопросу. Прошу для получения контактных реквизитов представителя заказчика город Санкт-Петербург в городе Мариуполе. Финансирующего и курирующего ход восстановительных и ремонтных работ в городе Мариуполе и так далее. В частности, ход работ каких? В частности, дальше. Хорошо, начнем я даже сюда. В частности, а. Дорожные работы, б. Работы по благоустройству. Благоустройству чего? А? Конкретно, чего благоустройство? Есть дворовое благоустройство. Жилого фонда. Если у вас этой бумаги не было моей, я хочу одну сюда к вам направить. Мне же просто интересно. Мало ли, может бумага потерялась, и мы вам можем помочь. А адреса вот эти, которые я прошу? Контактные телефоны. Я же хочу понять, что вы просите. Благоустройство какое? Города. Дороги строят, дома строят и так далее. Я тоже хочу. Я хочу до вашего сведения. Санкт-Петербург дороги не строят. Абсолютно. Кто строит? Кто строит? Республиканский автодор. Донецкий? ДНР что ли? А деньги он откуда берет? Это уже не наше дело. Откуда я могу знать, где они берут деньги? Поэтому я и прошу реквизиты заказчика, а не ДНР, а заказчика. Так заказчиком выступает республиканский автодор. Ну тогда ищите Санкт-Петербург. Я вам говорю по человечеству, что заказчиком ремонта дорог у нас выступает республиканский автодор. Заказчик. Так вы уже знаете, что я прошу, да? Не, ну то, что я услышал, я вам говорю. Поэтому общайтесь с республиканский автодор. Мы не являемся заказчиком ремонта дорог. Представитель заказчика меня интересует. Так я вам говорю, республиканский автодор. Представитель заказчика должен быть здесь, в Мариуполе. Я и прошу его реквизиты. Вы понимаете, кто такой заказчик? Открыть на градостроительные кодыши почитайте. Все, разговор тогда окончен. Минуты. Девушка, а вы где-то стоите, кто укрил в голову с ним пока? Что стоит? Это подмещение. Заместитель. Так? Заместитель. А начальник будет? Заместитель администрации. А, там, да? Так я мог тогда и там обратиться. Я могу, наверное, и там обратиться. То есть, это похоже, что они от футбола к вам? Нет. А теперь, для снятия, что, кажется, начальник сидит на мониторе. Ну, вы показывали это письмо? Похоже, он у них там, он в херсодене у них лежал. Ну, мне резолюции ничего не было. Это вы не отписали, это было не надо. Зарегистрируйте. Ну, и сфотографируйте. Ну, ваш ответ. Надо по электронке писать. Что-что? По электронке. По электронке писать на Минстрой. Российская Федерация. Вот там вам дадут ответ. Меня интересует представитель заказчика здесь. Вот они вам ответят. Зачем мне ответ? Заказчик Минстрой Российской Федерации. Представитель его... Это ж... Питере, да? А представитель должен быть здесь. Питер ни при чем здесь. Кто восстанавливает? Да тут все восстанавливают. Всем... Всей России. Ну, кто деньги платит? Минстрой. Финансирование из федерального бюджета. Российская Федерация? Да. Причем здесь это Женеево? Потому что они все равно... Участвуют в этом. Так вы отказываетесь дать мне ответ? Что я могу сказать, что сейчас пойду к Маргуну? Что я должен сказать? Фамилия ваша как? Я здесь не работаю. Я просто... А кто? А кто вы? Я строительный контроль. У нас нет вашего обращения. Что мы можем вам ответить? Спасибо. Нет у нас вашего обращения. Вы можете пойти и узнать. Конечно, я прибыл с собой у тебя. Все. Вот написано... Смотрите, адрес написано. Это написали они. Обращайтесь сюда. Ну, мы ответили, вам ответили. Что ответили? Нет у нас вашего обращения. Вот этого нет. То есть, рассмотрение администрации должна было написать резолюцию нашего начальника управления. И тогда все, был бы входящий. И уже бы вам отвечали на ваше обращение. Понимаете? Нет ни резолюции, ничего. Где ваше обращение? Где оно? Мы никто не... Резолюции не может быть, потому что это моя бумага. И я ее подал, она отселила и мне дала. Но не должно быть резолюции. Она вам должна была хорошо... Тогда где оригинал вашего написания? Оригинал у них... Оригинал я подал к ним. Они приняли его и теперь должны мне дать ответ. Получается, от футболя не к вам. А вы теперь меня назад у меня к ним, чтобы... Я мечтаю... Или в республиканское промокрошение? Я вам объясняю, что должен быть... Хорошо, вы здесь. Где тогда вы приходили с... Как-то была бумага ваша еще? Где он? Чтобы я бы увидела отходящий наш. Ну, это звоните. Чтобы я могла найти... Вы можете им позвонить? Нет, я не могу им позвонить. Почему? Ну, вы же понимаете, что вы не единственный такого человека. Что ж? Вы не единственный. Я пришел по ссылку к вам. У меня нет входящего, никакого вашего. Что я вам должна... Вы можете им позвонить, чтобы услышать? Я неуполномочена звонить. А кто этоуполномочен? А вот этот заместитель может позвонить? Ну, я не знаю. Возможно, может позвонить. Лично я не могу позвонить и узнать по вашей фамилии, что-то. Как я могу. Вы серьезно? Скажите, пожалуйста, как я должна найти ваше обращение? Ну, скажите мне, я буду... Да, что вы у них спросите, что вы меня спрашиваете? Позвоните им. Яков Васильевич. Пойдемте на улицу и поговорим вообще, какие действия должны быть в дальнейшем. Да что ты говоришь, ты не понимаешь. Спасибо вам. До свидания. Слушай, ты понимаешь, что-то было, если бы тебя не было. Мне, наверное, реквизиты вот этого заказчика. Я ему тогда подам бумагу. Прошу отремонтировать вот это и то, потому что нарушено то-то и то-то и так далее. Социальный бунт, так, пенсионер, льгот нет, зарегистрирован по адресу данного, да? Так, так, так. Но здесь в заявлении... Реквизиты написано. Дайте мне контактные реквизиты и все. Реквизиты представителя заказчика. Что еще надо? Да, да, да. Все, я понял сейчас. Можешь почистить дальше второй вопрос. Предоставить мне контактные реквизиты финансового органа ДНР, курирующего экспертную оценку степени разрушения жилищного фонда граждан города Мариуполя. Третья. Прошу провести хотя бы поверхностно. Все, я теперь понял. Это для затравки. Это оценок, которые меня долбят. То есть я все в одном написал, пришел за ответом. 30 дней ждали, чтобы посолочить телефон. 30 дней держали. Теперь выясняется, что они не хотят давать ответ. Ты хоть понял это? Да, да, я понял. Они отправляют в Петлю, а то еще в Нью-Йорк. Так ты мысль понял мою или нет, дорогой? Все, я понял, понял. Причем из Министерства финансов. Ты же не пойму, с чем дело. Мне надо, чтобы восстановили забор, который поломали при строительстве дороги. За ущерб вы получили уже деньги? Какой ущерб? Ущерб от еще мы едем ксерить. Бумаги на там сапалках. Поехали, будем ксерить бумаги. А потом ты решишь, что ты делал. У тебя же тема для блога. Ты озолотишься. Делаешь не в этом. Ты сделай так, чтобы снять. Так. Ксерокс. Нужен ксерокс. Интересно, конечно. Конечно. Вот если бы исходить про блог, Игорьев, ты бы вообще получил золотую информацию, если бы ты еще такую же ферму подрушил в администрации там. Там 20 ступеней вверх. Все люди сидят внизу. Судка сын с палочкой наконец забрала сверху. Говорит, идите вниз. Говорит, я больна. Я идите вниз. Я говорю, я тоже постою. Говорит, ты здесь стоять не будешь. Потому что он себе приснял и вывалил это, понимаешь? Ну, просили бы тебе кагемесы. Понятно. Вот тогда попределился, ты есть у тебя яйца или нет. Да, да. Вообще, этот начальник как-то одет курсатым по домашнему. Я бы на твоем месте снял бы, в чем он одет, уже бы это вызвало в урон. Рынок Бахчеванджи. Идешь отсюда? Угу. В этих каких-то киосках есть канцелярия. И там серокс, да? По-моему, где бытовая химия налево и с правой стороны киоск. Ясно. Ксерокопия. Да, 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 вот ксерокопия. Ну, что, что? Я тогда посмотрю. Я вас жду, я вас жду. Нет, там пачка бумаг. Сколько листов? Значит, 20-30. Нет, 7 листов это только в одной книжке. Потом на паспорте 16 листов. Нормально, это... Не пугает. Да, не пугает. Все в порядке. Я с тобой не рассчитываю. Вы мне ничего не должны. Давайте, давайте, делаем. Это самое страшное. Ну, дело, что, смотри, какая ситуация, Игорев. Вот это ж, ты думаешь, скандал это просто так подходит? Я прихожу вчера домой, вывали на пол, вот гараж заложен кирпичом на льняном растворе. Вывали на половину. Да. Это устрашающая акция называется. Вы же можете подать на ущерб и с помощью этих денег и как раз тоже... Дорогой, я же говорю, прежде чем подать или скандалить, надо знать, на имя кого подавать. Я подал именно имя главы администрации. Дайте мне реквизиты тех людей из Питера, которые курируют всю эту бодягу, которые могут нажать на изготовителя, что сделайте то, что поломали. Они не дают реквизиты того человека, заказчика, я его называю, из Питера. Не дают. Почему не знают? Может, потому что там следующий момент есть, знаешь какой? Что я хочу дать мне... Вот когда я наподам бумаги вот эти вот на компенсацию ущерба, то необходимо вызывать комиссию. Конечно. Комиссия приезжает и говорит, вот ущерб такой-то. И по принципу, если хата развалена, вухналь, то закон вышел такой, что 37 тысяч за квадратный метр тебе дают компенсацию. Если не захвали, не чуть-чуть, тогда они палец так в рот засунули, откуда ветер дует, такую сумму и назначат. Понятно. Я прошу, дайте мне реквизиты того человека, который опроверяет, правильно или правильно сделали экспертизу. Ведь от этой экспертизы зависит сумма компенсации. Вот они поэтому и жопу и дерут. В том плане, минутку. Если бы второго пункта не было, это было все проще. Потому что ответчиками были бы вот эти петербургские ребята, которые ремонт делали. То ли из зарплаты у них вышли бы, я не знаю, как это было бы сделано. А поскольку мой второй пункт уже касается Донецкой Республики, вот поэтому они, получается, не хотят дать ответ. И вывалили мне, заткнись, иначе мы развалим или убьем и так далее. Вывалили мне сейчас стену. Вот здесь. Вот администрация Мариуполя. Справа. Как я с тобой рассчитаюсь? Успокойтесь. Да? По поводу... Ну ладно, я тогда должен какое-то очень доброе дело. Если что-то тебе понадобится, ты обратись, может я и скомпенсирую. Идет? Ну давай, дорогой. Я на связи с вами. Я понял. Чуть позже я вас наберу. Я понял. Освобожусь и наберу. Я понял.